Начнем. Меня зовут Даниил, я специалист отдела внедрения. Приеду к вам скоро, наверное, в гости. Будем вместе внедрять. С чего начинается? Вот у нас логин и пароли. Я так по файлику пошел для новых участников. Завел на тестовой базе администраторов. То есть админ 1, 1, 2, 3, 4. То есть вы можете просто запомнить первую часть логина и там цифры идут. Муравьев 1, Карелин 2, Виноградов 3, Яковлев 4. То есть под такими кодами были заведены LP. То есть мы для авторизации вводим просто логин и пароль. Сейчас на примере, допустим, одного админа покажу. Авторизуемся. Здесь как бы выбор LP идет. После авторизации следующее окошечко. Это у нас выбор конкретного лечебного учреждения. То есть в данном случае у меня одно учреждение, потому что у пользователя настроен доступ только к этому LP. LP, имени и просто фамилию вставил. Если мы посмотрим на авторизацию как бы там под админом COD, под которым там, ну, либо под его аналогом вы будете в дальнейшем работать, то он уже при авторизации может выбирать там энное количество LP. Это правило регулируется как бы наличием той или иной роли. Роли именно доступа к конкретному LP, так называемой минимальной роли. То есть вот мы входим, жмем кнопочку выбрать, появляется иногда окно обновления системы. То есть рамкой данного окна можно нажать на там ссылку ознакомиться с документом и идет просто прокидка на сервер, на файлик с последней версией. Вот это окошечко, оно у всех пользователей появляется каждый раз после очередного обновления системы. То есть пользователю сразу можно учить, что если им это не нужно, жмем галочку «Спасибо, я ознакомился» и закрыть. То есть после этого система как бы уже не будет его выдавать до следующего обновления. Когда мы авторизовались в системе, у каждого пользователя есть пункты главного меню. То есть вот эти кнопки с выпадающими списками, там, вложенности других кнопок и так далее. Наличие этих пунктов, оно регулируется наличием прав на пункт главного меню у одной из ролей администратора. То есть сейчас посмотрим, как выглядит вообще админ. Что он из себя представляет. То есть первым делом, вот мы авторизовались, у нас есть такая вещь, как администратор, пункт меню, пользователь, роли пользователей. То есть в рамках данного окна хранятся именно логины и пароли всех, скажем так, сотрудников, всего персонала, всех админов и так далее, к которым мы имеем доступ. По умолчанию, когда у нас идет локальный админ администратора LP, здесь есть право только на просмотр каталога. Наименование каталога является кодом LP. То есть для тестирования, я сейчас для админа 1, 2, 3, 4, я завел специально 4 LP с кодами 1, 2, 3, 4, поэтому здесь код 1. Здесь также есть недоступные для просмотра коды уже учреждения, у которых есть права, нет прав, не суть важна. То есть вы имеете доступ только в разделе пользователей, где сохранятся логины и пароли, только к каталогу своего учреждения. И здесь, соответственно, можно добавлять каких-то пользователей, которые будут заходить в систему. Можно это делать непосредственно. Добавляю. Все, добавил. Таким образом сейчас настроена система, что все роли и все пользователи именно в таких каталогах, они разделены. И у нас получается, что мы имеем доступ только к своему каталогу, здесь можем что-то заводить, не мешать другим участникам системы. Потому что данный раздел является общим, но за счет разграничения прав на каталоге мы можем их разграничивать. Дальше я наглядно покажу, чтобы было понимание, как это устроено в системе, и что это такое, и почему оно такое в общем. Соответственно, вот наш админа 1, под которым мы сейчас зашли. Что мы здесь видим? То есть мы видим этого админа, мы видим его фамилию, именчество. Есть максимальное число соединений, там доступ разрешен. Есть такой комбо-бокс, если галочку поставить, то данный пользователь заблокируется, он не сможет зайти в систему больше. И колонка роли, на которой есть кнопка показатель. Если на нее нажать, у нас открывается список ролей данного пользователя. Так, сейчас я закрою. Соответственно, что мы здесь видим? У нас наш админ, под которым мы зашли, у него есть роль администратора LPU и минимальный 1. Вот эта роль минимальный 1, то есть, ну, так как бы принято заведено в системе. Каждый LPU, когда добавляется, для него создается минимальная роль, нижнее подчеркивание и код LPU. То есть, в данном случае, там мог быть любой из кодов, который у вас на уровне FOMS фигурирует в регионе. Так как это тестовая среда, я завел тестовый LPU, у вас единичка. Соответственно, по первому LPU мы находимся. Вот эта минимальная роль у любого пользователя. То есть, мы можем в другом каталоге завести другого пользователя, дать ему эту минимальную роль. И при наличии этой минимальной роли, при авторизации, в окне авторизации, в списке LPU, мы будем видеть это LPU. Потому что эта роль конкретно, она связана с модулями и с конкретным LPU. То есть, в данном случае у нас LPU называется Муравьев Сергей Дмитриевич. Вторая роль. То есть, вот эта роль у нас, скажем так, роль доступа к LPU. Она нам позволяет зайти в конкретный LPU и она нам позволяет видеть наполнение всех разделов. То есть, имея данную роль, мы имеем право, допустим, видеть перечень услуг в разделе услуг, видеть там перечень персонала и так далее. То есть, она имеет именно права на различные уровни разделов. Они там бывают системные, LPU-шные, версионные. Мы дальше это рассмотрим. То есть, любой пользователь, заведенный в системе, которого вы хотите, чтобы он заходил в вашу LPU или в конкретную LPU, если он настраивает что-то другое, он должен иметь минимальную роль. То есть, без этого он авторизоваться не сможет. Второй тип ролей – это функциональные роли. То есть, роли, которые имеют наименование, которые подразумевают те возможности, которыми должен обладать данный сотрудник. То есть, для локальных администраторов LPU мы используем роль администратора LPU. Она дает нам вот эти все кнопочки, которые мы сейчас видели. Или возможность заходить в окна, что-то настраивать. Но эти настройки ограничены только разделами. Практически, на 100% только разделами, которые относятся к LPU. То есть, пример такого раздела. Раздел персонал. То есть, то место, где мы заводим сотрудников для конкретного учреждения. Этот раздел является как бы LPU-шным. То есть, он хранит записи, которые ссылаются на конкретный LPU. То есть, что-либо в нем добавляя, изменяя, удаляя, редактировая, вы это делаете только в рамках конкретного LPU. И, соответственно, никакой опасности в этом не возникает. Если мы говорим о версионных разделах. То есть, условно, наша вся Тверь, все LPU, которые есть в Твери, они объединены в одну версию. То есть, это способ группировки. Версионные разделы, такие, как, к примеру, справочник региональных услуг. Ну, или общий справочник услуг. Он является версионом. Если мы будем всем 80 администраторам давать возможность добавлять туда услуги, то есть, начнется хаос. То есть, кто-то будет переименовывать услуги, кто-то редактировать, кто-то там попытается удалить или еще что-то. То есть, у нас справочник просто в помойку превратит. Соответственно, прав на такие действия у администраторов LPU нет. Для этого нужны будут как раз админы COT. То есть, там нужно будет выстроить какую-то иерархию, когда все эти локальные админы могут там либо заявки писать, либо как-то обращаться и говорить, что, ребят, вот, ну, там, обосновывая, что у нас вот там справочник обновился, а новые услуги нет и так далее. Это должен кто-то централизованно сделать. Вот, соответственно, имея всего две эти роли, мы имеем возможность, во-первых, зайти в LPU, во-вторых, в этом LPU увидеть пункты главного меню и что-то делать по конкретной роли. Соответственно, если мы сейчас тут, ну, рассматриваем, как бы тут, я нажимаю правую кнопку мыши, вызываю контекстное меню и могу добавить, допустим, пользователя. То есть, из чего состоит добавление пользователя. То есть, здесь указывается логин, пароль, наименование, ну, как бы, вот, FIO указывать не обязательно, оно чаще всего проставляется автоматом. То есть, вот через это окно, про которое я сейчас рассказываю, где заводятся, где хранятся пользователи, вы, как бы, в 99% случаев отсюда не будете ничего делать. Ну, то есть, вы сюда будете косвенно попадать, когда вы будете заводить сотрудника. В это окно будете просто проваливаться. Когда вы будете это делать сотрудник, у вас автоматически уже поле FIO будет заполняться. Следующее, там, четвертое поле – это доступы. То есть, в данном случае доступ закрыт означает, что пользователь заблокирован. То есть, если мы добавим пользователя с таким признаком доступ закрыт, то он авторизоваться не сможет. Доступ разрешен. Это означает, что он может авторизовываться под своим логином только в один промежуток времени, в одной сессии, в одном окне. То есть, это, в принципе, удобно, да, то, что не будет такого, что там медсестра отдала свой логин соседней медсестре, они вдвоем там из-под одного логина что-то делают с двух рабочих мест одновременно. Но есть, как бы, такие моменты, связанные с тем, что пользователь мог открыть на одном компьютере, забыть выйти, пришел там в ординаторскую, в другую, он пытается войти, ему система говорит, что извините, я вас не пущу, вы уже авторизованы там где-то. Он такой вспоминает, начинает бежать там куда-нибудь на другой этаж, где он там авторизовался и выходить. То есть, это тоже неудобно. Есть возможность там на 5-10 сеансов это делать, то есть, одновременно то, что он там, если даже ошибся, то есть, можно, как бы, там два раза авторизоваться. Ну, как бы, по старинке мы всегда использовали неограниченный доступ. Это означает, что под данным логином одновременно можно там, хоть с 10, с 15, с 50 компьютеров зайти и работать. У админа 100 обычно такой функционал. Есть галочка «Сменить пароль при первом входе в систему». То есть, можно делать пароль 1, 2, 3 при заведении логина, передавать его пользователю, пользователь авторизуется, система ему говорит «Смените пароль», он придумает свой пароль, который даже администратор уже не узнает. То есть, администратор может только, когда пользователь забыл, обратился, сказал «Блин, вот я создал пароль, но забыл его». Он может этот пароль сбросить путем входа сюда, допустим, присвоение опять пароля 1, 2, 3 и пересохранение этой записи в пользователях. Ну и галочка «Интеграционный пользователь» она остается только в том случае, если мы как бы настраиваем пользователя для интеграции. Чаще всего они уже все заведены, готовы. Их настраивать не нужно, их нужно будет только выбирать. Соответственно, вот такой пользователь интеграционный, он имеет возможность в соответствии с настроенными для него ролями внутри системы совершать действия, но он не имеет возможности авторизовываться через веб-интерфейс. То есть, если галка будет стоять, такой пользователь не сможет зайти именно с веба. То есть, он на уровне BD может там что-то выполнять, но это уже делается скриптами, интеграцией и так далее. То есть, эту галочку вам ставить, в принципе, не нужно. То есть, ну, это вкратце по добавлению именно пользователей, что это из себя представляет. То есть, основное, чтобы дать доступ кому-либо в систему, у него должен быть логин и пароль. То есть, по факту, это термин пользователя. Далее. По персоналу. Персонал мы можем заводить и добавлять в LPU только после того, как у нас будет структура. Ну, в данном случае даже мы это не можем делать, потому что я забыл синхронизацию сделать. Сейчас. Сейчас. Сейчас синхронизация пройдет, будет возможность. То есть, суть в чем. Вот в данном случае, когда вы видите в каком-либо разделе системы, куда вы зашли, да, в любое окно, если у вас неактивна кнопка добавить, копировать, редактировать, или вам пользователь на это жалуется, очень важно понимать, что, ну, она неактивна. Почему? Потому что у функциональной роли, которую имеет пользователь, то есть, в данном случае, администратор LPU, у нее нет прав на добавление записи в раздел сотрудники в конкретном LPU. Это в данном случае, как бы, это некорректно, потому что справочник сотрудников, он является LPUшным, и, как бы, админ, как минимум, должен иметь возможность здесь заводить персонал. Если бы это был раздел версионный, такой, как, к примеру, у нас есть словари, услуги, общие услуги. То есть, здесь представлен перечень всех услуг, мы их сейчас видим, да, у нас их здесь, там, 620 штук, здесь сделать список, сейчас объясню, что это такое, то мы видим, там, 7500 услуг. То есть, по факту, это весь номенклатор, там, региональных услуг, либо федеральных услуг, он загружен, он, там, согласован, им пользуются. То есть, на основании него можно собирать справочник для конкретного LPU, его использовать, настраивать, там, расписание, раздавать их пользователям эти услуги, чтобы они их могли оказывать и так далее. Так вот, здесь наличие права добавить, копировать, редактировать, удалить, чего угодно, его нету для администратора LPU. Почему? Потому что этот справочник в таком виде, его видят все администраторы LPU и редактировать его можно, там, с уровня администратора LPU, когда, там, осознанно понимаем, что у нас, там, справочник или услуга упразднилась, либо что-то надо переименовать, там, ошибка орфографическая. То есть, это могут только централизованно делать. Как понять, что тот или иной справочник, там, версионный, неверсионный? То есть, это все можно будет узнавать уже, ну, по факту. То есть, вы столкнулись, допустим, там, с проблемой, зашли куда-то, не можете добавить. Спрашивайте, как бы, у своих коллег, вышестоящих, либо, там, у нас, у внедренцев Bars непосредственно. И мы уже, там, обосновываем, блин, да, реально косяк, мы, там, роль неправильно настроили, нужно что-то добавить. То есть, либо, там, консилиум, там, приходим к решению, что вот этот раздел версионный, да, его нужно, там, все, что будет добавлять, будут видеть админ и так далее. Но мы приходим к выводу, что, да, мы можем его дорабатывать, мы можем его настраивать. То есть, когда на такую вещь натыкаемся, узнаем именно у кого-то, что это и как это. Сейчас мы посмотрим. Синхронизация, наверное, уже прошла, да. Должна была. Вот, у меня появилась кнопочка добавить. В разделе, соответственно, уже прошел настройка, настройка персонала. Сюда мы уже можем заходить и добавлять здесь, как только у нас появится структура на отделении. То есть, первым делом, когда вам дают пустой LP, ну, в данном случае у нас это пустой LP, админ 1, там, оно называется единичка. Нам нужно настраивать структуру. То есть, до персонала еще дело не дошло. У вас есть логин, у вас даже нет сотрудника, по сути. Да, сотрудника даже нет, администратора для этого LP. Но вы уже можете заходить в систему. Вам нужно заводить, начинаем мы с заведения структуры LP. Это настройка, настройка структуры LP, подразделение LP. То есть, самый вышестоящий элемент текущего LP, которое уже заведено, настроено, все нормально, в него можно зайти. Это подразделение. То есть, что является подразделением? Это может быть, как структурная единица, как отдельное стоящее здание, так это может быть структурная единица в виде, допустим, поликлиника, поликлиника-стационар, к примеру, да, там разделены могут быть на такие вещи. Может быть заведено подразделение, как, допустим, диагностическая служба. Сейчас я объясню, как вообще к этому приходить, как это делается. Ну, сейчас вот на примере первого LP мы добавим одно из подразделений. Чаще всего в системе у нас нужно заполнять два поля. Это коды и наименование. То есть, для создания какой-либо записи. То есть, по факту, по логике, может быть, достаточно было бы, кажется, наименование, но система всегда два ключа использует. Допустим, подразделение 1, называем его поликлиника. Или можно там, если их несколько поликлиник в конкретном учреждении, можно там наименование писать, номер этой поликлиники. То есть, в принципе, вот этого сейчас достаточно, чтобы добавить запись. Вот у меня добавилось подразделение. Я его отредактирую и поговорим про то, что здесь есть. Вышестоящее подразделение. То есть, вот это поле, в нем можно просто указать ссылку на другое подразделение, которое здесь было добавлено, и как бы создать своего рода иерархию. Это нужно чисто для, скажем так, утвержденного структурного расписания. То есть, мы это делали в свое время, ну, потому что требовал заказчик, что вот должна быть полностью иерархия, они должны друг на друга ссылаться. Это может применяться, допустим, при сборе счетов-реестров, когда там какая-то иерархия присутствует. И там, допустим, собирая по какому-то конкретному вышестоящему подразделению там счет-реестра, мы там в него можем, допустим, все дочки затягивать. Ну, для разных вещей может использоваться. То есть, смыслом настраивать вышестоящее подразделение, если у заказчика нет там пены у рта, и он хочет его настроить потому что потому, просто потому что у него так структурно. Или, ну, пока у вас нет понимания, зачем это нужно настраивать, это можно не заполнять. Соответственно, вы можете как бы просто педантично к этому подходить, все это настраивать, делать, заполнять. Но пока вы не понимаете, зачем это нужно, лучше этого не делать. Потому что могут возникнуть в каких-то, допустим, местах системы, при формировании, допустим, группировки, да, в каком-нибудь окне там. Вы, допустим, собираете информацию по подразделению номера 0, а в него попадает информация еще его дочек, там, 1 и 2 подразделения. То есть, вы как бы вроде хотели там собрать, допустим, количество записавшихся в подразделение 0, а собралось и 0, и 1, и 2, и так далее. То есть, чтобы вот такие вещи не всплывали, и потом, как бы, головную боль не вызывали, и пока нет четкой инструкции, четкого указания, что вот, ребят, мы сейчас настраиваем вышестоящее подразделение, потому что потому, или потому что там пришли к этому выводу, или нам там что-то в какой-нибудь паспорт нужно выгружать, и эта иерархия важна, мы это сейчас не делаем. Ну, на мой взгляд, это, как бы, может быть критично, и через чур, как бы, вот это старание в настройке, там, все это соблюсти. Филиал, структурное подразделение. Здесь идет ссылка на список LPU. То есть, у нас, как бы, на основании этого списка заведена вот конкретно LPU. То есть, если здесь сейчас по коду поискать, мы найдем LPU с кодом 1. Ну, могли бы найти сейчас. Оно где-то в конце, скорее всего. То есть, здесь он все единички есть. Вот, у нас есть LPU, у которого наименование, как бы, фамилия, именчество, администратор. Это условно. Сам список, поскольку это тестовая база, он не критичен, то, что я сюда добавил тестовое LPU. Вообще, этот список, он соответствует, по-моему, справочнику F002. То есть, федеральному справочнику медицинских организаций. Он уже загружен, да, он в таком виде вот сейчас присутствует. Там, плюс-минус, может быть, он немножко устарел. Суть в том, что этим справочником в системе пользуются, как вот в данном случае, да, я могу сослаться. То есть, я могу сказать, что вот у нас физически, допустим, юрлицо одно, но у него в подразделении там по какой-то иерархии существует там подразделение один, которое вообще является там каким-то другим учреждением. Ну, всякое бывает. То есть, бывают такие муниципальные образования, когда там вроде какая-то ОКБшка, но по бумагам юрлица, юрлицо одно, подчиняются ему еще там пять юрлиц, и вот так можно заводить подразделение. Это в том случае делается, когда мы четко понимаем, что у нас в LPU внутри, ну, как бы должно быть, как бы, учреждение одно, под которым авторизуются все, но для реквизитов, при печати каких-нибудь договоров, для какой-то иерархии и так далее, у нас внутри существует еще там подчиненный юрлица. То есть, мы с точки зрения системы приняли решение, что мы заводим это все как единую структуру с подразделениями, но для печатных форм, для внутренних каких-то вещей. Там реквизиты разные могут тянуться вот с этих вещей, с списка LPU. Соответственно, список LPU – это справочник федеральный с перечнем LPU. Сюда также вносится LPU в том случае, если мы, допустим, в наше облако включаем какие-то коммерческие клиники или еще что-то. Ну, то есть, то, чего, в принципе, нету на федеральном уровне по тем или иным причинам, мы сюда можем добавлять и наполнять этот справочник. Но разумно. То есть, не так, что мы там сюда забиваем какой-нибудь филиал, там чего-то, чего-то, чего-то. Просто ради того, что нам это типа удобно, чтобы там что-то где-то делать. То есть, ну, я не знаю, то есть, не факт, что как бы кто-то из вас будет наполнением этого справочника заниматься, но к любой информации, к внесению именно информации, которая влияет на какие-то общие утвержденные справочники, нужно очень аккуратно подходить и понимать все за и против, чтобы это потом в помойку не превратилось. Вот, соответственно, здесь филиал структурное подразделение заполняется. Это по факту указание юрлица конкретного медицинской организации. То есть, если мы это поле оставляем пустым, то у нас по умолчанию идет юрлицо вот это. Муравьев Сергей Дмитриевич, да, как там учреждение, которое уже есть в этом списке, и, соответственно, это просто его подразделение будет. Серия для выписки рецептов, серия, там, для такого рецепта, для сякого. Это у нас, как бы, будет настраиваться по конкретным модулям, то есть, когда у нас будет уже четкое понимание, как у нас устроен региональный сегмент, там есть деление, нет деления, там, что какие-то подразделения по таким-то сериям работают, тогда мы это будем заполнять. То есть, все вот эти вещи, которые мы сейчас не заполнили, мы в любой момент можем сюда зайти, отредактировать эти записи, довнести, и, как бы, структура примет тот оборот, который мы довнесли. То есть, здесь никакой иерархии нету, какой-то жесткой привязки ко времени. Что-то указали, оно действует. Удалили отсюда, перестало тянуться, там, какие-нибудь отчеты те же, там, или серии перестали, как ограничения работать. Ограничения по пациентам, соответственно, это справочник, в котором есть ограничения. Они применяются совершенно в разных ситуациях, в разных структурных, как бы, элементах миссы и так далее. То есть, в данном случае это просто справочник, в котором можно накладывать ограничения, они выглядят, там, следующим образом. Сейчас, соответственно, у нас прав на это дело нету. Мы подумаем, согласуем, нужно, не нужно. То есть, ну, возможно, не будет хорошо, если, там, каждый администратор из 80-ти будет иметь возможность эти ограничения создавать и заводить. То есть, возможно, утвержденно будем вести это справочник обоснованно. Вот, соответственно, можно какой-то выбрать, и у нас пациенты, скорее всего, ну, нельзя будет записывать по каким-то критериям этих пациентов. Я точно сейчас не отвечу, потому что что-то новенькое. То есть, я раньше это поле не видел. То есть, какой-то целью было добавлено. Но любое слово ограничение подразумевает, что вы не будете иметь возможность работать по конкретному фильтру. Или вы, когда добавляете, допустим, видоплаты на склад или еще на что-то, то есть, это будет жестко ограничивать, что, допустим, на аптечный склад с видом оплаты ОМС вы не можете принять по средствам граждан, по налоби, зналоби, почему угодно, другие препараты. Поэтому, что-либо добавляя, нужно четко понимать, зачем мы это делаем. Ну, вот, в принципе, все. То есть, это я вкратце рассказал, что для подразделения, в принципе, достаточно на первом этапе код и наименование. Далее. То есть, в чем вот как раз основная концепция подразделения. Допустим, мы создали поликлинику номер один и стационар. Мы могли вообще просто завести подразделение, один-один назвать, и на него и стационар потом отделение завести, и поликлинику, и что угодно. Но есть такая вещь, как расширенные права. Окно, оно, в принципе, универсальное. Оно для раздачи прав используется в различных окнах, в различных местах и так далее. Здесь для подразделения существует два основных права. Это просмотр и просмотр в расписании. Просмотр, вот это право просмотра, оно влияет, ну, как бы, некоторые элементы системы строятся с учетом проверки наличия права на просмотр. То есть, вы можете зайти, допустим, в какое-нибудь окно, там, настройка складов, еще чего-то, пытаться добавить склад и не видеть, не понимать, почему я не могу добавить склад. И не понимать, почему вы не можете сделать какую-то настройку, или у вас в фильтре не выпадают отделения или еще что-то. Соответственно, вот это право, оно может быть заложено в конкретном действии и проверяться. То есть, если у пользователя, либо у, ну, у всех пользователей в этом ОПУ нет этого права, то вы то или иное действие сделать не сможете. То есть, ну, оно в многих местах используется, я даже на вскидку сейчас не вспомню. Соответственно, просмотр, это условно просмотр подразделения, который в некоторых вещах он палки в колеса ставит. Вот просмотр в расписании, это уже конкретно, то есть, у нас у подразделения будет отделение, кабинет, у кабинета будет врач, услуга, либо на сам кабинет можно навесить расписание. И наличие вот этого права, оно будет позволять увидеть это расписание, эти расписания, которые относятся к этому подразделению. То есть, если у нас нет прав на просмотр расписания конкретного подразделения, то мы поликлиническое расписание кабинетов, услуг, врачей не увидим. И это бывает удобно очень для поликлиники, для стационара, если идет жесткое разграничение. Ну что, допустим, стационар, он хочет видеть только расписание своих диагностических кабинетов, к примеру, и еще какие-то внутренние консультации. Соответственно, ему не нужно увидеть расписание поликлиники 1, куда он никогда никого не направляет и ничего не делает. Либо у нас есть подразделение, которое называется диагностика, и в рамках этого диагностики мы настраиваем права на просмотр и для поликлиники, и для стационара. То есть, общее расписание по диагностике, по подразделению, его видят и то, и то структурное подразделение, но у них у самих, у поликлиники, у стационара, еще есть внутреннее расписание. Получается, что пользователь, заходя в стационар, он видит, допустим, расписание диагностики из стационара только, и оно у него не захламлено, а поликлиника видит тоже диагностику и только свою. Но они как бы не пересекаются. Соответственно, в таком случае как раз мы пользуемся этой логикой и начинаем понимать, что нам нужно завести три подразделения. Это будет поликлиника, стационар и диагностика, к примеру. Как здесь права назначаются? То есть у нас есть две вкладки сверху. Это группа и пользователи и все. Группа и пользователи, чтобы вот эти галочки поставить, она требует добавить какой-то элемент, скажем так. То есть можно выбрать конкретного сотрудника, если он у нас есть в этом учреждении. Мы еще пока не завели. Можно выбрать специальность. Специальность – это атрибут сотрудника. Допустим, у нас может быть там заведено 50 сотрудников со специальностью терапевт. Выбрав здесь специальность терапевт, дав на нее права на просмотр и списание, мы будем подразумевать, что любой сотрудник в текущем ЛПУ со специальностью терапевт будет видеть расписание подразделения поликлиника 1. Кабинет. То есть зайдя под кабинетом, у нас сейчас его нету, у нас будет доступно поле, когда мы заведем структурный и дадим персоналу кабинет. Соответственно, заходя под конкретным кабинетом, мы можем видеть расписание подразделения. Зайдя под другим, уже его не видим. Потом посмотрим, как это работает. Ну и роль. Соответственно, роль – это то, что у нас было администратор ЛПУ, либо минимальный один. Если нам не принципиально вот это ограничение делать, мы хотим, чтобы все видели. Есть вкладочка «Все». Здесь просто ставятся галочки для просмотра. И мы уже уверены, что любой пользователь, зайдя в это ЛПУ, он будет видеть и подразделения в тех фильтрах, где они используются в каких-то окнах, и просмотр расписания. Я сейчас пока галочки здесь оставлю вот эти. Галочка «Наследовать» – она здесь как бы оттавизма, именно в конкретном окне она не нужна. Они используются, когда у нас, допустим, есть просмотр. Если бы здесь с отступом в пробел были бы еще какие-то записи, нажав «Наследование», мы говорили, что на корневой записи у нас право на просмотр есть. «Наследовать» означает, что все, что ниже, все, что относится к просмотру структурно, оно ему назначается. В данном окне это не применяется, поэтому смысла нет. То есть поставить или не поставить эту галочку, ни на что не повлияет. Все, подразделение завели. То есть самая верхняя крупная единица – это подразделение. Мы ее заводим, как бы исходя из того, что у нас есть два права – просмотр и просмотр расписания. Если нам нужно как-то с ними играть, ну, как я на примере диагностики стационара и поликлиники разобрал, мы их заводим несколько. Также мы можем несколько заводить просто для удобства группировки. То есть в фильтрах, в некоторых окнах можно фильтровать по подразделениям. То есть это тоже будет удобно. Ну, то есть всегда стоит на какие-то крупные единицы любой ЛПУ все равно делить. То есть, допустим, поликлиника 1, поликлиника 2, поликлиника 3, или если там три каких-то аффилированных ситуации. То есть как именно это выглядит, то есть чем является подразделение, вы должны как бы исходить либо из тех документов, которые у поликлиники запрашиваете, то есть там шаблон высылаете, и в этом шаблоне, допустим, идет пояснение, что такое подразделение. Пользователь не понимает, там администратор этого ЛПУ не понимает, вы как бы должны до него донести, чем это будет являться. Вот можно основываться как раз на правах. То есть в системе можно вообще завести все с одним подразделением. Вопрос, как это аукнется. Возможно, мы там будем делать ошибки какие-то при настройке, недопонимать еще что-то. То есть многие вещи всегда можно поправить, структурно разнести, даже если у нас было одно подразделение, а потом мы понимаем, что переходим к двум, что нужно что-то делить. Мы всегда можем завести второе подразделение и на него перенаправить какую-то часть отделений, какую-то часть кабинетов и так далее с расписанием, и как бы разграничить уже эти права. То есть это не критично. Но желательно как бы сразу стараться заводить нужное количество и не перебирать. То есть в маразм не впадать. То есть как подразделение отделений не заводить. Там допустим терапевтическое 1, терапевтическое 2, 3 и так далее. Это уже все отделение, а не подразделение. Следующий элемент это у нас настройка структуры LPU отделения и кабинета. То есть вот в этом окне отделения кабинета у нас как раз в левой части экрана заводится отделение. В правой уже можно добавлять сотрудников и услуги именно в кабинетах. Здесь с отделениями также заводятся кабинеты и аппараты. Сейчас посмотрим, что это такое. Правой кнопкой мыши добавить отделение. Опять же, есть поле код и наименование. Все желтые поля в системе, в любом месте, где бы вы их не увидели, они являются обязательными для заполнения. Иногда бывает такое, что белое поле тоже является обязательным для заполнения. Тогда система просто будет ругаться, что это поле не заполнено, когда вы попробуете добавить. Но желтые по умолчанию на форме, они как бы даже не дают возможности попытаться сохранить. Соответственно код наименования, допустим у нас будет, пускай будет код 1 наименование поликлиника или там терапевтическое 1. Соответственно вид, тип отделения. Что такое вид? То есть общебольничный. Общебольничный это будет, когда вид общебольничного отделения у нас будет в том случае, если это, допустим, диагностика, либо лаборатория, либо еще что-то. То есть отделение относится к любым как бы структурным единицам внутри, скажем так, ЛПУ. Ну поликлиника, стационар тут понятно. То есть если поликлиническое заводим, выбираем поликлинику. Можно там всегда общебольничный заводить. То есть суть в том, что в некоторых фильтрах, в некоторых окнах вид, он будет как бы являться фильтром. И мы можем выбрать, допустим, вид отделения поликлиника. У нас отсортируются все отделения, которые имеют этот вид. И соответственно мы можем там массово что-то с ними делать, либо анализировать, либо по ним какую-то выборку собирать в аналитике и так далее. Поэтому стараемся именно корректно указывать. Тип. Соответственно исправочник видов и типов он наполняемый. Его можно расширять, но по умолчанию то, что идет сейчас здесь, мы это оставляем, потому что даже на тот же тип отделения реанимации есть завязки. То есть только отделение с типом реанимации, в них можно, допустим, переводить как в реанимацию. Там есть определенные кнопки в стационаре, когда мы можем переводить. Все остальные, они как бы носят условный характер, опять же, по фильтрации. То есть именно с точки зрения настроек и приблуд в системе, которые будут использоваться и которые будут критичны, это тип только реанимация. Все остальные, тут выберите параклиника, либо основное отделение, оно как бы не будет сильно ни на что влиять. То есть у вас из-за этого не будет ничего, не работать. Я не помню, чтобы где-то прям было завязано, что если ты выбрал параклиника, ты там что-то не сделаешь. Чаще всего это основное отделение. Если мы заводим, ну то есть, когда мы будем заводить отделение, опять же, вы будете там запрашивать, допустим, список, да, ну, согласно там утвержденной не штатке, а вот утвержденной структурой LP. То есть есть там бумага, в которой прописывается там структурно вся структура LP. Там есть вплоть до душевых кабинок. Соответственно, если вам LP присылает такую бумагу, там понаписано всего 1500, там экономический отдел, бухгалтерия, еще, еще, еще что-то. Смысл заводить такие отделения, ну, как бы их большого нет. То есть это будет сильно нагружать систему. Эти отделения, они никак не используются. Тут, ну, как бы, хозяйственной части здесь в миссии как таковой нету. Там какие-то суперсложные расчеты, еще что-то не ведется. Поэтому смысл имеется в виду, имеется заводить отделение, допустим, одно, с наименованием административное, условно. И в него можно создать бухгалтеров, администраторов, кого угодно. То есть всех туда, весь персонал, который не относится к лечебному персоналу, можно туда свалить, в это административное отделение. Я думаю, никто в обиде не будет, что у него там в правом верхнем углу административное светится слово. И эти люди, они заходят в систему, допустим, там тот же бухгалтер, чтобы собрать какую-нибудь аналитику там по средствам граждан. Да, там экономист зайдет, чтобы там формировать свои там статистические вещи. То есть смысла большого, я считаю, что нет заводить отделение там статистический отдел или еще что-то. То есть можно их всех в одно сваливать. И тип присваивать административно-хозяйственное, чтобы он там где-нибудь в фильтрах не лазил, глаза не мозолил. Соответственно, основное отделение, вспомогательное отделение, это чисто так по логике, то есть там вспомогательным может являться лаборатория, к примеру, параклиника, это диагностические отделения. То есть чаще всего для поликлиника и для стационара мы берем просто основное отделение. Как бы это один из типов, один из фильтров, который будет приниматься. Ну и подразделение. Подразделение это верхняя, опять же, единица, которую мы сейчас завели. Мы на нее просто ссылаемся. И вот именно эта ссылочка на подразделение у нас, незабываем, она завязывается на права и на просмотр отделения. То есть у нас сейчас фактически отделение и все, что у него будет, все кабинеты, все врачи, все услуги, которые в нем сидят, они будут зависеть от права на просмотр и списание. Относится к отделению, опять же, то же самое, что я по подразделению рассказывал, когда нам нужно выстроить иерархию. То есть у нас есть поликлиника 1, у нее есть ФАП 1, ФАП 2, ФАП 3. Мы их, как отделение отдельное заводим, можем ссылаться на поликлинику 1. Это, опять же, будет влиять на различные фильтры. Там собираем где-нибудь по отделению терапевтической 1 информацию по записанным пациентам. У него есть ФАП 1, ФАП 2, два отделения отдельных структурно. И, соответственно, там общая информация может собраться по этим критериям. Есть такие вещи, когда это может влиять. То есть ставить иерархию, не ставить иерархию, это только со временем вылезет, когда у нас на практике возникнет такой вопрос. А почему у нас там 1500 посещений, у нас всего 500 было по нашим бумагам? Что за фигня? Что у вас со системой? То есть и потом это всплывает, что, оказывается, у нас эта иерархия есть. Корректно она, некорректно работает. Нужно переделать что-то в системе, сис-опцию сделать, которая будет это регулировать. Это уже другой вопрос. Я просто объясняю, что не перестарайтесь в таких вещах. То есть стоит, не стоит заводить ФАП. Это уже по факту настройки будет возникать. Главное, чтобы вы задавали себе вопросы. То есть когда вы что-то настраиваете, и вы не просто так колочите, что мне надо заколотить 10 или 15 позиций. Старайтесь это делать осознанно и лучше перестраховывайтесь, переспрашивайте лишний раз. Не стесняйтесь. Почему? Потому что потом, когда вы все это нафигачите абы как, это все всплывет, и все равно надо будет переделывать, и геморроя будет в разы больше. То есть нужно пытаться все это осознанно делать и смотреть, что получается, чтобы потом не переделывать. Ну и код выгрузки. Это код, который мы можем писать. Он используется в этих счетах. Ну, можно сказать, да, в счетах. То есть когда мы формируем пакет для выгрузки уресторов, там, если у вас выгрузка полноценная будет, я не знаю, там, заложено, не заложено, то есть это можно будет поле использовать. То есть, допустим, здесь у вас есть там 5 отделений, и у всех один и тот же код в коде выгрузки. То есть они уходят в пакете реестров, там, под одним каким-то общим номером. Поле заведующий. То есть сюда можно, здесь профссылочка сотрудников идет, который мы еще не завели персонал. Здесь можно указать конкретного заведующего. Этот заведующий у нас будет, во-первых, он будет динамический, то есть его можно менять по времени, там, с такого-то по такое-то число. И, по-моему, да, он меняется, когда отделение забавлено. Вы его можете, там, ну, с первого по десятый был такой-то заведующий, потом вы уволили, новый появился и так далее. И суть в том, что фамилию этого заведующего можно тянуть в отчетные формы с помощью веб-конструктора, и оно будет тянуться, там, с привязкой к конкретному времени. Ну, то есть нам нужно распечатать, допустим, выписку в ВК какой-нибудь, чтобы там каждый раз не вбивать этого заведующего или статически его не зашивать в тело отчета. У нас есть возможность ссылаться на отделение и тянуть его отсюда, который здесь выбран. На первичном этапе настройки тоже, ну, большого, как бы, там, большой проблем не будет, если вы их не добавите. То есть галочка «Кабинет платных услуг» используется в некоторых аналитических формах, в журналах записи и так далее, когда у нас, ну, то есть она раньше при наличии этой галочки, ее ставили только в том случае, если кабинет на 100% является кабинетом платных услуг, и он не должен, допустим, в статформы годовые попадать. То есть раньше, когда статистика собиралась только по ОМСу, сейчас, по-моему, уже с формы и платные услуги включают. То есть, ну, на эту галку особого внимания не обращается, но ее можно ставить только в том случае, если вы прям гарантированно настраиваете кабинет, либо отделение, которое будет только платными услугами заниматься, и по ОМСу они там не проходят. Ну, дата начала действия – это с какого, по какое число отделение является активным. То есть, если мы закрывающую дату ставим, допустим, текущим числом, то у нас отделение как бы является неактивным с завтрашнего дня, оно, по-моему, здесь скрывается. Да, то есть, вот здесь признак активный, неактивный, и, соответственно, ну, глаза не мозолят. Это просто для удобства сделано, когда у нас штатная единица выходит из оборота. Какое-нибудь отделение сократили, к примеру. Добавили. Добавили отделение. По нему, когда мы его выделяем, оно светится синеньким, мы можем на него нажать, правой кнопкой мыши, добавить кабинет. Ну, то есть, по аналогии создается там кабинет. Терапевт 1, код наименования. И, соответственно, здесь есть уже возможность указывать здание, то есть, заводить в структуре там здание, этажи, указывать тип кабинета. Ну, справочник сейчас незаполнен. Опять же, признак платный, не платный, дата начала, дата окончания. Опять же, здесь нам нужно вывести кабинет из оборота. То есть, из основных это код и наименование. Подразделение автоматически проставляется. Здание, этажи, тип кабинета и вот это все, оно нужно, когда у нас, допустим, идет распечатка талончиков. Ну, пациента записали куда-то, там, на 10 услуг разных в регистратуре. Там есть определенные печатные формы, в которых при распечатке, как бы, маршрутного талона, или как он там называется, мы можем вот эти вещи туда тянуть. Ну, то есть, грубо говоря, вы записаны, там, в поликлинику номер 1, там, на 5 этаж, кабинет 115, или, там, какой-нибудь корпус, здание, там, вообще другое. То есть, он в поликлинику 1 записался, а ему через дорогу в соседнее здание нужно, чтобы ему, там, какой-нибудь рентген сделали. Соответственно, эта настройка, она нужна чисто, если в ЛПУ есть потребность, там, какие-то бумажки распечатывать, напоминалки для пациентов. Добавили. Вот, соответственно, у нас есть отделение кабинет. Именно в кабинет мы уже можем добавлять сотрудников и добавлять услуги. Мы об этом сейчас чуть-чуть попозже поговорим, вернемся. Теперь, когда у нас есть уже отделение, мы можем в настройке, настройке персонала добавить себя. Ну, в первую очередь, да, Муравьев Сергей Дмитриевич, он там своего админа подвяжет. Вот, соответственно, правой кнопкой мыши добавить, то есть, каким образом у нас добавляется персонал в этом окне. Зашли, добавили. Здесь можно создавать структуру каталогов, то есть, можно добавить каталог, назвать его регистратор и так далее. То есть, просто тыкайте правой кнопкой мыши вот в левый грит, где у нас каталожная структура. Что мы здесь видим? То есть, у нас, во-первых, первое самое поле серенькое – это контрагент. То есть, это поле, по сути, оно является ссылкой на версионный справочник, где у нас хранятся все контрагенты физлица. Вообще, сама таблица контрагентов, она хранит и юрлицы, и физлицы, но определенные окна, которые вы открываете, то есть, в данном случае, она сортирует по общей таблице только физических лиц. То есть, здесь у нас есть различное количество каталогов, в которых там хранятся, в данном случае, сотрудники хранятся конкретного учреждения. Есть общая там таблица с сотрудниками, куда у нас сейчас как раз попадет наш товарищ, если мы никого отсюда не выберем. И, соответственно, в базу контрагентов мы обращаемся в том случае, если мы уверены, что уже контрагент этого физлица заведен. То есть, Муравьев Сергей Дмитриевич вполне может быть уже заведен. Почему? Потому что там его, допустим, загрузили через базу контрагентов, там он как пациент обращался к какой-то из ЛПУ, он здесь в базе есть. Еще важный момент, когда мы ищем, вот я сейчас ввел там Муравьев, да, нашелся один человек женского пола. Но я ищу только по корневому каталогу. Есть такая вещь, как список. То есть, в любой структуре, где вы видите каталоги, если вы в фильтре начинаете что-то искать, вы всегда можете встать на корневой каталог, выбрать кнопку список, нажать ее. И после этого у вас поиск происходит уже по всем подкаталогам. То есть, у нас получается, что мы как бы стоим на корневом каталоге, у нас есть подкаталоги там с вложенными каталогами, еще какими-то. И мы ищем по всей вот этой структуре. То есть, Муравьевых был один в корневом, стало 204 товарища. Ну, то есть, таким образом работает поиск. Не забывайте нажимать кнопочку список. Ну, вот, нет у нас его. То есть, я первым делом специально поискал его, то есть, не нашел. Для чего это нужно? То есть, почему я ищу контрагента, а не сразу его вколачиваю и добавляю, чтобы не было дубликатов. В принципе, система будет ругаться. То есть, если бы у нас сейчас он был уже, я там заполнил дату рождения, она совпала с реальной. И мне бы система стругнулась, что, ну, как бы, товарищ уже есть, может, вы его все-таки выберете. Не будем еще одного создавать, чтобы дубликатов не было. То же самое касается регистраторов. Мы об этом чуть попозже поговорим, когда я функционалы буду рассматривать. Ну, соответственно, обязательные поля здесь у нас. Фамилия, имя, что это дата рождения. Я условно там какую-то сейчас поставил. Пол и отделение. То есть, отделение у нас уже доступно для выбора, поскольку мы подразделение, отделение завели. Есть также код врача, должность, специальность, там, табельный номер, снилс, много разной дополнительной информации. Из обязательных еще вещей, чтобы этот пользователь мог авторизовываться, это поле пользователей. То есть, вот, чаще всего вы проваливаться будете в список вот этих пользователей именно отсюда. То есть, здесь уже можно нажимать правую кнопку мыши, добавить и там создавать его. Ну, у нас он есть, как бы, я сейчас для нашего же админа добавляю нашего пользователя. Зачем я это делаю? Казалось бы, да, админ, ну и что, нет у него здесь сотрудника, все нормально, можно и так работать и настраивать. На самом деле, не так все, как бы, просто. Почему? Потому что, к примеру, допустим, заходим мы, вот, под нашим админом, я доп. окно открыл, тоже расписание. В некоторых окнах система ругается, что, ну, вы, как бы, вроде бы под логином-то зашли, но сотрудника у этого логина в текущем ЛПУ нету. Соответственно, как бы, нормально в этом окне уже не поработаешь. Поэтому заведение только пользователя и давание им ролей, это не панацея. И с такими вещами в системе полноценно без сотрудника. То есть, ну, в данном случае сотрудник, это, грубо говоря, запись в разделе персонал, который ссылается конкретного контрагента и ссылается на конкретный логин, под которым входит в систему сотрудник. И он обладает разными атрибутами, там, специально, с должности и так далее. То есть, вот я сейчас выбираю этого админа, добавляю еще один момент такой важный, вот, пока я его не выбрал. То есть, если я сейчас, ну, как бы, я начал создавать сотрудника, все заполнил, проваливаю сюда, нажимаю кнопочку добавить, мне опять тут надо логин придумывать, там, имя вот это вводить, да, чтобы его потом не потерять, как-то идентифицировать. Это неудобно. То есть, проще всего, когда вы добавляете персонал, нажать сразу кнопку ОК без указания пользователя. То есть, он у нас добавился. Жмем потом редактировать этого товарища, проваливаемся в пользователя. И здесь уже, когда нажмете добавить, у вас автоматом система сгенерирует ему логин на основании первых букв, фамилии, имя, отчество и останется ввести только пароль. Ну, то есть, это такой а-ля лайфхак. То есть, иногда лучше сразу сохранить и отредактировать, и провалиться, чем придумывать этот логин, там, вводить какие-то вещи. То есть, если это принципиально, фио, чтобы потом его найти и так далее. Вот. Ну, у нас в данном случае мы ничего не будем добавлять. Мы берем админы, которые у нас уже были заведены. Это вам нужно будет каждому, в принципе, админу проделать, кто остался там второму, третьему, четвертому, то есть, вот эту цепочку, и завести себе сотрудника. То есть, у нас есть такая же вещь, как специальность, должность. Это, опять же, справочники версионные. Здесь мы ничего добавлять не можем. Мы можем пользоваться тем, что есть. Если того, что есть, не хватает по тем или иным причинам, соответственно, обращаемся к администратору ЦОД и говорим, товарищ, у нас в специальности здесь, код наплакал, там, нужен какой-то вот такой. И, допустим, обосновываете, вот в тарифном соглашении у нас, там, или к фонду идет, там, что мы должны быть врачей, вот с такой специальностью, с таким кодом выгружать, к примеру. Соответственно, здесь мы можем выбрать специальность, должность. Должность, она уже немножко такая похитрее вещь, там, еще внутрь закладываются разные атрибуты для печати больничных листов, а у них есть там внутри настройка уровня должности и так далее. Это тоже будет делаться, настраиваться централизованно. Вот. Условно выбрали должность, специальность. Коды врачей, они удобны тем, я не знаю, у вас коды используются, не используются в регионе. То есть, ну вот, в Татарстане, допустим, да, в Казани, кодификация врачей, она, по-моему, на оригинальном уровне идет. То есть, по коду врача ТФОНС определяет, что это за сотрудник точно прям железный. И у них тут, они все под номерами ходят. Поэтому в любом ЛПУ, когда мы заводим сотрудника, есть такое понятие, как код врача. И, соответственно, под этим кодом в дальнейшем за него денежки через ОМС выбиваются, потому что они четко идентифицируют. Несмотря на то, что там идет и фамилия, и имя, и отчество, и дозарождение, все на свете, есть еще и жесткая кодификация. Соответственно, этот код вы делаете, ну, или вносите врачу и доносите, как бы, данные эти до, допустим, до отдела кадров, который вам предоставляет эти данные. Что есть коды, нет коды. Или они говорят у нас там только табельные номера. Но этот код, он также будет фигурировать. То есть, я сейчас 1.3.1 указал. Код лейся обновиться. Меня, сейчас мы перезайдем, когда у нас сотрудник уже появится. То есть, я переавторизацию сделал, выход сменить кабинет. Нет, надо полностью выйти. А, я кабинет не назначил, все нормально было. Извиняюсь. Думаю, что нету кабинета. Вот здесь у нас уже появляется этот код сверху. То есть, иногда, когда у сотрудника две должности, разные коды, ему бывает удобно, как бы, использовать эту вещь. Потому что всегда наглядно видно, под каким он сейчас сидит. И он свои, как бы, номера знает. Ну вот, настройки персонала у нас появился. Первый персонал. У него есть, как бы, пользователь. Опять же, нажимая на пользователя, здесь удобно, можно настраивать сразу, ему накинуть какие-то роли. Допустим, там, регистраторы минимальные, если мы завели регистраторы и так далее. То есть, когда я жму правую кнопку мыши «Добавить», у меня здесь, по аналогии с пользователями, существует раздел ролей. В разделе ролей есть роли и есть каталог, который содержит роли, которые принадлежат только нам. То есть, здесь мы можем, по идее, не здесь, не через это окно. Есть отдельное окно для ролей, тоже у нас в администраторе. Вот, администратор, настройка ролей. То есть, здесь мы в своем каталоге видим роли. Мы можем здесь эти роли добавлять. И, в принципе, здесь мы тоже должны видеть, это, видать, какой-то серьезный баг. Почему я не вижу, надо будет подумать, посмотреть. То есть, здесь вы можете роли добавлять, которые вы будете использовать, допустим, ну, создали роль, допустим, регистратура 1. Эту роль, на эту роль, допустим, дали права на просмотр подразделения расписания от поликлиники 1. И, то есть, потом эту роль раздается всем товарищам, которые являются регистраторами в поликлинике 1. И за счет этой роли они обладают правом, которое позволяет им просматривать расписание. То есть, здесь администратор, он имеет возможность создавать такие роли-пустышки, которые в разных местах системы он может приткнуть и на них назначать какие-то права. Допустим, там, право на просмотр склада номер 1, там, в аптеке, к примеру. То есть, вы можете пустышку роль создать, назвать ее склад номер 1, там, для постовых медсестер. Добавить ее сюда и на эту роль завязываться при настройке каких-либо прав. А потом, давая эту роль любой, там, постовой медсестры, которая относится к складу номер 1, она будет этими правами обладать. То есть, пустышки создаются у нас в каталоге своего LPU. И, ну, в дальнейшем вы поймете, зачем это нужно, то есть, и почему именно только пустышки. А функциональные роли, которые у нас предназначены для какой-то там работы именно, чтобы были кнопочки, чтобы могли в расписание записывать и так далее, условно, мы ищем в корневом каталоге, допустим, там, роль регистратор. Ну вот, мы ее назначаем вместе с минимальной ролью, и получается у нас сотрудник регистратуры. Ну, плюс еще должны быть права на просмотр расписания, либо они для всех стоят, либо мы их назначаем, можем даже на эту роль назначить. Просто потом, в дальнейшем, если у вас будет еще подразделение поликлиника номер 2, и расписания должны по-разному видны, она уже будет не подходить, потому что вам придется ее и первым регистратором, и вторым назначать. А если и там, и там есть права, они будут путаться и видеть общее расписание. Вот, соответственно, здесь какая-то, ну, сейчас я затрудняюсь, почему так происходит, почему не видно, нужно будет подумать, с этим решить. То есть, по идее, мы здесь должны увидеть возможность, точнее, минимальную роль я понимаю, почему я не вижу, потому что она у этого пользователя уже назначена. То есть, здесь бага никакого нет, это я затупил. То есть, вот, можно выбрать регистратор и назначить. Соответственно, таким образом, когда мы завели сотрудника, когда у него есть пользователь, мы можем накинуть роли, и после этого этот сотрудник уже может заходить в окошечке, авторизовываться и заходить в систему. Но еще, для полноценной работы, чаще всего, ну, и адекватнее будет, назначить кабинет, потому что так же система, как у меня сейчас ругалась в регистратуре, что у вас нет сотрудника, она может ругаться, что вы не зашли ни под каким кабинетом, поэтому делать в разделе рабочие места дневник вам нечего. Соответственно, здесь мы снизу, в нижнем гриде добавляем кабинет, и, как бы, когда уже будем авторизовываться, у нас будет выбор кабинета. То есть, если бы мы добавили 10 кабинетов, сотрудник мог бы выбирать конкретный кабинет. Если это врач, и он работает там с понедельника по среду в одном кабинете, там с четверга по пятницу в другом, заходя и авторизовываясь в системе, он может выбирать либо тот, либо иной кабинет. В зависимости от того, какой кабинет он выбрал, он заходит потом в рабочие места в дневник на запись и смотрит. То он выбрал, не то он выбрал и так далее. Соответственно, вот мы назначили кабинет. В левом гриде в оказываемые услуги мы добавляем те услуги, которые у нас имеются в перечне оказываемых услуг нашего LPU. Сейчас этот перечень пуст. То есть, я вам до этого показывал справочник, в котором было 7500 услуг. Но это как бы общий справочник, из которого уже для конкретного LPU мы надергиваем те услуги, которые внутри оказываются. Ну, к примеру, мы настраиваем стоматологическую поликлинику, и для нее видеть список из 7500 услуг вообще нафиг не надо. То есть, у них есть 500 услуг, которые они оказывают как стоматологи, и они ими только будут пользоваться. Соответственно, этот справочник для каждого конкретного LPU, исходя из той потребности, сколько услуг им нужно, мы сами настраиваем. Лучше всего это делать, ну, как бы осознанно. То есть, вы, допустим, у вас появился список там из неврологов, травматологов, терапевтов, там еще бог знает кого. И вы в ходе настройки конкретного LPU в эти услуги по чуть-чуть добавляете в этот справочник. То есть, нет смысла просто нажать на кнопку, добавить 7500 услуг. Вы потом сами запутаетесь, то есть, будет полный хаос. Лучше осознанно подходить. Вот начали настраивать невролога, начали создавать шаблоны, чтобы там оказывать или там выгружать их. И вот под это дело в справочник добавили там неврологические услуги. Там первичный прием, повторный прием, там диспансерный прием, еще там 3-4 услуги. И все, и настраивается. То есть, я как бы считаю, что правильный, корректный, более адекватный будет наполнять справочник по мере настройки, а не сразу скопом. Но, может быть, мы это мнение поменяем. Там будем один эталонный настроим, потом на все LPU размножим. Посмотрим. Жизнь покажет. Соответственно, этот справочник, он у нас настраивается. Вот здесь, в словари услуги, есть общие услуги, где у нас все 7500. И есть услуги нашего LPU. Здесь мы можем правой кнопкой мыши добавить. И проваливаемся в тот на 7500. И здесь, допустим, там прием терапевта добавляем. Вот смотрите, обратите внимание, когда я фильтры пишу, я ставлю процент, прием, процент терапевт. То есть, некоторые фильтры работают таким образом, что просто введя слово терап, он у меня находит все услуги, у которых наименование начинается с терап. Если я ставлю процент терап, у меня находятся все услуги, в которых в самом наименовании услуги где-то есть словосочетание терап. Получается, что это как бы маска поиска, которая позволяет нам прием процент терап. То есть, у меня нашлись все приемы и где есть словосочетание терап. Допустим, я сейчас добавлю две услуги. Врач терапевта первичный прием, повторный прием. И, соответственно, здесь я уже могу эти две услуги назначить для нашего админа. Ну, там, по факту это мог быть врач-терапевт. На этом моменте у нас как бы, ну, сотрудник по большей степени, он настроен с точки зрения того, что он может авторизоваться. У него есть право на оказание двух услуг, но у него нет расписания. То есть, следующий элемент. То есть, я сейчас для админа настрою, вообще это можно делать для терапевта. Нам нужно завести для него расписание, чтобы он мог настраиваться. Еще очень важный момент связан с настройкой именно структуры. Когда мы заходим на стройку структуры отделения кабинета, вот в это окно, у нас здесь, вот наш кабинет, у нас здесь есть возможность добавлять в сам кабинет сотрудников и услуги. То есть, кажется, вот же у меня, да, товарищ админ, у него как бы, то есть, его здесь нету в самом кабинете, но у него есть право входа в этот кабинет. То есть, зачем это нужно? Мы старайтесь всегда это делать, соблюдать. То есть, можно на самом деле как сделать? Вот я сейчас убираю, да, здесь кабинет, здесь кабинета нету. Мы можем просто, настраивая структуру, сразу сажать этих сотрудников в кабинет. То есть, я могу здесь указать, а, хочу добавить нашего Муравьева в этот кабинет, там, ну, тут есть дата действия, допустим, с первого числа он является, как бы, товарищем, который сидит в этом кабинете. У него здесь кабинет сам автоматически добавился. Но добавлять врач, ну, сюда сотрудников кабинета имеет смысл только в одном случае. Когда мы хотим сделать расписание именно на сотрудника. То есть, нет смысла захламлять, ну, вот этой настройкой именно кабинеты. Почему? Потому что в дальнейшем, когда мы будем назначать расписание, мы будем выбирать кабинет, у нас будут вылазить сотрудники, вылазить услуги и так далее. Это очень сильно нагружает систему, визуально неприятно и не имеет смысла. То есть, если у нас кабинет называется, допустим, ну, там, рентгенологический один, и там делают рентген, и расписание строится на кабинете, не важно, какой там рентгенолог, важно, чтобы сделали рентген. И расписание строится относительно кабинета, то есть кабинет работает с 8 до 5 вечера, там, по 15, по 40 минут, не суть важно. Соответственно, расписание мы будем создавать, если на кабинет, то в кабинет смысла нету добавлять сотрудник. Есть смысл добавлять услуги, потому что, когда будет расписание на кабинет, мы будем выбирать конкретную услугу и на нее записывать. Вот. Соответственно, кабинет сотрудников добавляем только в том случае, если мы на них строим график. Что дальше? То есть, я добавил его сейчас в кабинет, у меня автоматически здесь кабинет появился. Услуги мы добавлять не будем. Почему? Потому что услуги у нас есть у сотрудника. То есть мы построим график на врача, вот он будет этот график, и, соответственно, услуги уже будут выбираться, исходя из того, что у нас есть врач, отсюда тянуться. То есть, опять же, нагружать интерфейс настройкой вот здесь добавления услуг не имеет никакого смысла. Но это можно делать в том случае, если, допустим, у вас кабинет какой-нибудь там плавающий, здесь, допустим, в нем оказывается только там 10-15 услуг, вы их сюда можете добавить, у вас здесь вот есть кнопочка такая «Добавить услуги кабинетам». То есть в дальнейшем, когда вы будете под этот кабинет сажать врачей, ну, можно будет добавлять все услуги, которые там оказываются. Это, опять же, делается вот в частности для рентгенологов. То есть рентгенологов у вас 15 человек, вы один кабинет настроили, по-человечески добавили в него все услуги, которые там оказываются, расписание строится на него, сотрудников добавлять не надо, а потом всем этим людям здесь можно просто нажать «Добавить услуги кабинета». Или, допустим, кабинет расширился в функционал своих услуг, добавили 3-4 новые услуги, всем врачам можно протыкать просто «Добавить услуги кабинета» и перекопировать. Я потом покажу, как это делается. Вот. Соответственно, что дальше? То есть мы все, товарищи посадили в кабинет. Настройка. Настройка графиков работ. Назначение графиков. Есть два окна. Графики работ и назначение графиков. В графиках работ мы создаем шаблоны, по которым они будут работать. Но можно, не заходя в это окно, сразу зайти в назначение, и мы потом имеем возможность провалиться первое. То есть основное окно – это назначение графиков работ. Здесь в верхней части у нас идет набор фильтров, по которым мы можем фильтровать по подразделению, отделению, кабинету и так далее. Когда структура очень большая, это очень бывает удобно. То есть там выбрать подразделение или конкретное отделение и уже увидеть ресурсы, которые в нем присутствуют. Далее структурно, что мы видим? Вот здесь видим кабинет и сотрудника в нем. То есть если бы я еще добавил 500 услуг сюда, у меня бы при раскрытии этого плюсика, здесь помимо вот этого врача, или там 10 врачей, было бы еще 50 услуг, условно. На каждую услугу можно было бы создать свой график. То есть бывает такое, можно таким образом настраивать. Что мы здесь видим? То есть у нас вот есть кабинет, есть врач. Выделяя либо кабинет, либо врача, в правой части мыши мы можем добавлять график. То есть если я выбрал кабинет и добавляю график, то у меня будет расписание строиться относительно кабинета. Если я выбираю врача и жму добавить, то я делаю именно расписание на данного сотрудника. То есть в кабинете может быть еще врач, там какой-нибудь Иванов, у которого будет совершенно другое расписание. То есть они сидят в одном кабинете, кабинет разделан на две половинки, и в нем два терапевта принимают в разное время. То есть и запись идет именно в ресурсы, в расписании этих терапевтов. хотя кабинет один общий. Форма добавления графика. У нас первым делом идет выбор шаблон графика. Это то окно, про которое я только что говорил. Сюда мы проваливаемся и попадаем как бы в перечень шаблонов графиков. Здесь мы его сразу же можем добавить. С чего состоит вообще создание шаблона графиков? Вот такое окошечко открывается. Опять же, код наименования. Можно писать фамилию, именчество, дату, допустим, с какого по какой действуете. Все графики часто меняются, чтобы потом не потеряться. Я просто условно ставлю 1-1. Тип графика. Обычные, чёт-ничёт, по дням неделя, по временем скользящие, по дням месяца. То есть обычные, если у нас стоит, мы нажмем кнопочку добавить неделю, у нас открываются такие окошечки с понедельника, вторник, среда, 4-5, на субботу, воскресенье и так далее. Нажимая плюсик, у нас открывается, то есть мы собираемся настроить понедельник. Идёт выбор интервала графиков. То есть что такое интервал? Это, грубо говоря, в расписании цвет, цветовая схема. И за этой цветовой схемой кроются алгоритмы определенные. То есть это виды оплаты, которые можно будет записать в понедельник. То есть если, допустим, выбираю МС Интернет, условно эта настройка подразумевает следующее, что в этот интервал можно записаться, к примеру, только на ОМС, но только через интернет. То есть регистратура, к примеру, не может через него записывать. Ну, условно. То есть какая там настройка стоит, я сейчас не знаю, но сейчас покажу, как это делается. И она обладает зеленым цветом. Если я говорю общий, то я подразумеваю, что то время, которое я здесь укажу, допустим, с 8 до 6 вечера, то есть туда могут записываться все, кому не лень, по всем видам оплаты, всеми способами записи. Сами интервалы, они настраиваются в окне смежном. То есть это делается достаточно редко. То есть один раз делается на LPU. Настройка графиков работы, интервала графиков. Вот в этом окне присутствуют все эти интервалы. Добавлять мы их не можем, редактировать не можем, переименовывать не можем, цвета менять не можем. Это делается централизованно при согласовании только с администратором SOT. У каждого интервала, мы видим ниже, есть вид оплаты. То есть вид оплаты, это как раз тот вид оплаты, который будет выбран регистратором для возможности записи. То есть если человек пришел и хочет записаться на платной основе, а интервалом S-internet, система ему это не позволит сделать, потому что вид оплаты здесь нету средства граждан. Соответственно, это что касается видов оплаты. Это ограничения просто. Здесь есть связь с внешними системами. Это для интеграции используется в правой верхней части, вот в этом окне. Есть еще одна очень важная вещь, которая является LPU-шным справочником, который не настроен в каждом LPU и вам нужно будет в каждом LPU это делать. Это типа регистрации. То есть пока вот это поле не настроено, у нас график вообще не будет виден и не будет доступен для записи. То есть в расписании мы ничего не увидим. То есть помимо того права, который мы давали на подразделение просмотра расписания, нам обязательно нужно вот эту настройку выполнить или мы расписание не увидим при входе под регистратором. Я чуть попозже покажу как выглядит расписание, что это такое. Соответственно типы регистрации. Ну давайте вот мы сейчас будем допустим настраивать общий. Здесь правой кнопкой мыши в типах регистрации добавить. И вот у нас типы регистрации идут. Обычная. То есть вот этот тип он позволяет как раз расписание видеть в регистратуре, в интерфейсе MISA. Если этого типа не будет, а допустим будет тип интернет, то этот кусочек расписания при определенных настройках и при выгрузке его в единую регистратуру, либо в федеральную единую регистратуру на EPUG, он будет виден только через интернет. То есть регистраторы его видеть не будут. Этот кусок интервала там с 8 до 18, к примеру, если мы выбрали. Но через интернет люди спокойно будут туда записываться. Это при условии, что у нас не будет обычный. То есть если мы ставим вот так обычный интернет, то мы можем и для интернета использовать этот интервал. То есть будут люди записываться, регистраторы будут видеть, что там через интернет тот записался и сами смогут записывать в оставшееся свободное время. По телефону это просто дополнительное свойство, которое можно указывать, когда регистратор записывает через расписание на какой-то интервал. Если есть тип записи по телефону, то в момент записи он может поменять на по телефону. То есть это своего рода как бы флажочек, по которому можно понять, что человек все-таки не физически в регистратуру приходил, а мы его условно по телефону записали, он может вообще быть необязательный, не прийти как бы. То есть это просто как бы дополнительное свойство, которое можно проставлять. Квоты удаленно. Квоты удаленно используются для механизмов, когда у нас настраивается запись из ЛПУ в ЛПУ. То есть у нас, допустим, есть два поликлиника номер 6, поликлиника номер 7. Два разных юрлица, два разных кода. Они отдельно, у них там своя структура. Товарищи просто между собой дружат. У них, допустим, в седьмой поликлинике есть, допустим, диагностика какая-нибудь или МРТшный аппарат, а в шестой его нет. Но у них между собой существует договоренность, что шестая может седьмую на МРТ направлять на запись. Соответственно, можно настроить возможность видимости расписания для шестой-седьмой и с шестой, допустим, направлять на запись в седьмую поликлинику. Если это будет удаленно, это будет означать, что просто мы вот сказали, что в седьмой существует интервал какой-то, да, у него есть признак удаленно и в него могут просто от балды, сколько не влезет, точнее, в седьмую могут из шестой направлять в этот интервал. Если по кодам, там настраивается жестко, что, допустим, для шестой поликлиники там определенные там 15 человек в месяц она может прислать на этот аппарат МРТ, ну и видеть, соответственно, расписание. То есть эти два признака, они нужны только, то есть если я их сейчас добавлю, это не критично, если мы не планируем настраивать как бы смежную запись, ну даже если я их сейчас добавлю и не сделаю определенные настройки еще в дальнейшем, все равно это не критично. То есть самое основное это обычное, интернет здесь, все остальное на текущем этапе, я думаю, вам не стоит голову занимать. Без обычного вообще не будет видно расписание. Добавили. Ну вот у меня сейчас общий настроен, остальные не настроены, то есть если остальные выберу, ничего не увижу. И здесь, соответственно, я выбрал общий, то есть вот наш шаблон графиков работ. На понедельник создал такое расписание. Если оно повторяется, можно нажимать кнопочку скопировать и указывать в какие дни. То есть, допустим, там пятница, вторник, четверг все повторяется. В среду можно там еще какое-нибудь создать расписание, там, допустим, с 18.00 до 8.00, там дежурит врач, он по вечерам принимает. Соответственно, здесь все это настроили, можно ставить какие дни являются выходными, чтобы железно блокировать это расписание. Хотя здесь мы не настроили, вроде как все нормально, но все равно. То есть, если мы это поставим, ну то есть это используется, там, для блокировки расписаний при дополнительных графиках и так далее. Это мы еще сейчас дальше проговорим. Использовать для квотирования, то есть есть механизм, который позволяет настраивать внутреннее квотирование, то есть это не относится к тому квотированию, которое я сейчас описывал, да, которое связано с записью в другой LP. Это квотирование уже внутренне, когда нам внутри нужно создать график, в который будут записывать только, как сказать, только те, кому выделили определенную квоту. То есть это может использоваться в диагностике, к примеру. То есть мы можем создать график таким образом, что в него могут записывать только определенные люди, допустим, там по пять человек. Ну то есть ему какая-то квота на неделю выделяется, вот он знает, что я там врач какой-нибудь хирург, у меня там 500 человек в неделю принимаю, но вот только пятерым я могу дать направление на МРТ и соответственно, есть, существует расписание с квотой в пять человек, и он может записать на это МРТ на свободное время. Ну там таких еще хирургов, там еще человек 10, наверное, у каждого по пять человек они могут под это расписание писать, в зависимости уже от потребности, от того, кого они там хотят направить. Ну вот, соответственно, создаем график. Это у нас тип обычный был. То есть существуют еще графики с типом чёт-нечёт. То есть здесь у нас получается день чётный и нечётный, они будут чередоваться. То есть мы можем просто делать, что суббота, воскресенье, выходной и по чётным и нечётным дням, в зависимости от того, чётный или нечётный, они там в разное время, допустим, работают. С 8.00 он работает по нечётным дням до 12.00 и там с часу, допустим, до 6.00 по чётным дням. То есть вот такие графики можно создавать. Есть график чёт-нечёт по дням недели. Здесь, по-моему, в зависимости от того, понедельник чётный или нечётный, расписание будет динамически меняться. В женских консультациях иногда такое используется. Скользящий. Здесь можно добавить конкретный день. А, нет, здесь не конкретный день, здесь, допустим, можно настроить вот таким образом. Сейчас. К примеру, 5 дней. Сейчас. Добавить день. То есть можно вот таким образом настроить. Можно создать 3 через 2 он работает, к примеру. То есть 3 дня заполняем, настраиваем по определённому алгоритму. 2 дня он отдыхает, 3 работает, 2 дня хает и так далее. И весь алгоритм будет работать с учётом там субботы-воскресенья. Ну, то есть в рабочие дни с понедельника по пятницу он 3 через 2 будет работать. Это динамически меняется. Я не знаю, такое применяется, не применяется у кого-то, но так что знали. И по дням месяца здесь можно для каких-нибудь приходящих товарищей, которые там, ну, допустим, на конкретный месяц договариваются, ещё я приду 27 числа, 25 и так далее. Можно настраивать, какой день будет на 25 число и указывать, что он будет принимать с 6 вечера до 8 вечера, 2 часа. И в расписании график, соответственно, появится, когда мы назначим. И регистраторы будут иметь в виду, что там профессор такой-то у нас всего 2 часа принимает, вот 25 числа и кого-нибудь запишут на платный приём, к примеру. Вот. Соответственно, график мы создали. Обычно сейчас рассмотрим, потому что чаще всего они будут применяться. Когда мы его выбрали, у нас вот это окно назначения графика идёт. Дальше продвигаемся по нему. Тип расписания. Обычный, динамический и живая очередь. Обычный подразумевает то, что мы укажем время оказания, допустим, 15 минут, один в интервал, и у нас автоматически наш график, мы там указывали, что он с 8 до 6 работает, ну, почти каждый день. Вот с 8 до 6 время будет биться на 15 минут, то есть в час 4 человека. То есть с 8 до 6 в час по 4 человека этот график разобьётся, и регистратор как бы будет видеть, что вот на этот интервал он может записать. Если у нас тип стоит динамический, то нам здесь уже нужно будет выбирать конкретную услугу. Услуги у нас подтянулись от врача. График у нас строится на врача. Соответственно, здесь мы можем говорить, что у нас первичный приём по там, ну, всем, либо неважно, то есть интервал у нас один, поэтому не паримся. То есть мы могли на самом деле создать, когда мы график создавали, мы могли создавать таким образом. Мы могли добавить, что он с 8 до 12 работает по интервалу общий, а с часу, допустим, до 6, ну, там, с учётом обеда, с часу до 6 у него интервал какой-нибудь ОМС, допустим. То есть он только без платников применяет с часу до 6. И, соответственно, здесь можно было уже конкретный интервал выбирать. То есть когда он, допустим, там, платный интервал, мы говорим, что там длительность первичного приёма 30 минут, а для ОМСников он всегда 15 минут. И можно было бы добавить сначала первичную услугу так, потом её ещё на какой-нибудь другой интервал, там, добавить другое, если бы у нас несколько интервалов было, другое время. То есть суть динамического графика в том, что мы имеем возможность указывать чётко, что вот у нас есть вот такая-такая услуга, и она оказывается столько. Допустим, первичный приём оказывается 20 минут, добавляем новую услугу, это будет повторный приём, при том же интервалы, повторный приём 15 минут. И в зависимости от того, в момент записи регистратор выбирает первичный либо повторный, у нас блокируется в расписании определённое время. Это, в принципе, очень круто и удобно. То есть это очень круто и удобно, допустим, для тех же диагностик, когда у нас там, ну, какой-нибудь УЗИ идёт, там, печени или УЗИ желудочной, там, всей полости. То есть оно делается час, либо, там, 15 минут печени. И, соответственно, под каждую услугу можно время заточить. Но есть недостатки у данного метода, и они в первую очередь связаны с тем, что такие расписания динамические, их нельзя выгрузить в интернет. То есть вы не сможете такие расписания попадать на ЕПГУ, на единую регистратуру, то есть они там не будут отображаться, то есть система не подразумевает выгрузку туда. Соответственно, ну, в эти риски закладывайте. Если вы говорите, что, ребят, мы диагностику вам сделаем, настроим, там, всё будет супер, будет, там, 40 минут, 30 минут, 15 минут, но вы в интернет, пожалуйста, вы не сможете выгрузить. То есть в таком случае. То есть, ну, это сразу нужно обговаривать, понимать. И в каких-то случаях это очень крутой тип сопряжения расписания динамический, он будет удобен, и пользователи будут записываться, регистраторы там не запишут по 15 минут, а на самом деле человек час принимает. Ну, это, опять же, как бы одна из таких вещей. Ну, и есть живая очередь, это когда у нас просто указывается интервал, что по интервалу общего 15 минут идёт приём, и когда идёт запись, идёт запись уже не на конкретное время, а просто в стек. То есть пациенту говорят, вы пятый в очереди, там, через 15 минут вас примут в пятом, через 2,5 часа вас примут, чёрт его знает. Это удобно, живая очередь для каких-нибудь, ну, если записи, допустим, регистратура построена таким образом, чтобы не отложку она записывает, да, по очереди, то есть осуществляет запись. То есть туда люди просто подходят, она их накидывает в этот стек и выдаёт там какой-то талончик, какой-то там пятый, шестой, седьмой, пятьдесятый в очереди. Вот. Ну, соответственно, чаще всего обычное будем расписание использовать, потому что оно, опять же, выгружается в интернет, и для всяких там нефрологов, травматологов, оно самое то. Для обычных специалистов, не для каких-то там диагностических инструментальных исследований. И период действия, соответственно, ну, это с какого, по какой график будет работать. То есть в какой-то момент мы можем сказать, зайти отредактировать его, сказать, что всё, по 31 число он у нас работал, закрываем 31, потом добавляем новый график, который будет уже с 01-06 работать, он там со своей логикой, со своим шаблоном графиков, там совсем что поменялось. То есть вот эту вещь мы закрыто и делаем в том случае, если мы уверены, что тот график, который мы настраиваем, он действует только там в течение месяца, к примеру, или в течение недели. Если у нас как бы расписание нам дали, 1 января сказали, что так работаем, пока не скажем обратное, то можно оставлять период открытым в действии. Это, конечно, чревато чем? Что если там какой-то узкий специалист, и к нему запись на полгода, а в какой-то момент вам говорят, товарищи, всё, график того, человек принимал с 8 до 12, допустим, а потом он там, в какой-то момент ему сказали, что ты с часу до 6 работаешь, а у него на полгода вперёд люди записаны. То есть вот если этот график закроется, все эти люди попадут в утерянные записи, с ними придётся работать с регистратору, обзванивать их под новое время, под новый график, который был, всё это перезаписывается. То есть, ну, плюс ещё там есть такая возможность, системные опции настраивать таким образом, что, допустим, запись невозможна, чем на 2 недели вперёд. Тогда масштаб трагедии, соответственно, там всего лишь за 2 недели людей надо обзвонить. Соответственно, сегодня день срочника в день это ограничение, которое позволяет нам, как бы, ну, скажем так, к примеру, да, там по законодательству врач-терапевт не должен принимать там больше 38 пациентов в день, и вы можете ограничить, что он, допустим, он работает и по времени он может принять там 60 человек, но по законодательству он может только 38, вы здесь говорите, что всего 38, расписание строится на 60, допустим, пациентов, но записать могут только 38, обычно. Ну, такого, конечно, не бывает, если я так рассказываю. И срочники в день это ограничение на количество срочных записей. Срочные записи это записи, которые можно делать помимо того интервала, который нам сейчас доступен. То есть, если я вот здесь поставлю галочку «Разрешить срочников» чуть ниже, то независимо от того, что у меня график полностью заполнился и там закончились все вот эти окошечки записи, я всё равно буду иметь кнопочку «Срочная запись», в которую я могу накидывать людей, которые не привязаны к времени конкретному. То есть, они как бы идут сверх нормы, их можно добавлять, и как бы эта кнопка всегда позволит, несмотря на то, что там всё плохо и всё расписано, всё равно записать пациента и принять его врачу. Ну, то есть, если там какая-то экстренная ситуация, там пришли, его всё равно нужно принять, чтобы система позволяла зафиксировать, галочек ставят «Срочная запись», и в это расписание можно срочников записывать. Также эта галочка, она влияет на возможность быстро записать дневника врача, непосредственно врачу оформить запись пациента. Так, график формируется, соответственно, по времени, по количеству, по количеству с ограничением. Это будет влиять только на внешний вид, когда график, если бы у нас, допустим, всего в интервал количество стояло два, то есть, допустим, на 8.00 два человека может одновременно записаться, то при выборе по количеству у нас бы две стройщики визуально отображались на 8.00 в расписании. Если будет по времени, то только если мы записали на время конкретное, на 8.00, у нас появится второе время 8.00 за счет того, что у нас здесь количество два стоит. Ну, то есть, это всегда лучше оставлять по времени, потому что по количеству оно будет сильно интерфейс нагружать, если у нас вот здесь количество стоит больше единиц. То есть, это количество именно человек в интервал, в конкретное время, то есть, не путайте его с общим количеством. Обычно по дефолту всегда единичку ставим, потому что врач двоих пациентов чаще всего не принимает. Это исключение, когда в каком-то кабинете могут сразу двумя пациентами работать, в каком-то диагностическом. Там две медистры сидят, к примеру. Поэтому на 8.00 можно записывать двоих сразу. Разрешить назначение – работа по графику кабинета. Разрешить назначение – это кнопка, которая расширяет функционал стационара. И весь стационар видит это расписание. При разрешении назначения он будет иметь возможность, стационар, при наличии этой кнопки, он будет иметь возможность на 8.00 записывать еще своих стационарных больных. То есть там параллельно, по-моему, можно будет не только с регистратурой людей писать на 8.00, но еще можно будет накидывать людей из стационара, которые тоже будут вклиниваться. Это для диагностики может использоваться. Очень такой сомнительный функционал, древний. Я на практике вообще ни разу не примел. То есть если не знаете зачем и нет понимания, лучше не делать эту галочку «Разрешить назначение», чтобы потом не было проблем, если там стационар тем же расписанием пользуется. Работа по графику кабинета. Вот эта галка, она ставится в том случае, ну, к примеру, да, у нас сейчас есть кабинет диагностический. В нем здесь 50 услуг. Я сделал график на кабинет. Если я не поставлю эту галочку «Работать по графику кабинета», у меня в расписании будет возможность записать на ресурс на сам кабинет, и у меня еще будет 50 строк, которые можно выбирать на конкретную услугу. То есть без этой галочки расписание, которое строится на кабинет, и в котором много-много-много услуг, оно будет очень, как сказать, ну, то есть там будет 51 строка вместо одной в виде кабинета. То есть регистратору всегда проще выбрать один кабинет и уже потом выбрать услугу. Ему не надо видеть 50 строк, потому что это нагружает интерфейс, оперативку жрет, там все лагает и так далее. Поэтому для диагностических кабинетов, где график строится на кабинет и где много внутри услуг, всегда обязательно ставьте эту галочку, чтобы у вас расписание не расползлось и там не было, как бы, проблем с работой техники. Ну, и просто нагруженностью в визуальной интерфейсе. Вот. Здесь мне смысла нет ставить «Работать по графику кабинета», потому что у меня графика нет. Также вот эта кнопка, она может использоваться в том случае, если у меня, допустим, два врача, ну, врач Муравьев, врач какой-нибудь Иванов. У них обоих, допустим, какой-то там график, он общий смешанный, и есть график на кабинете. Ну, к примеру, это, грубо говоря, кабинет, в котором есть МРТ-аппарат, в нем сидит два рентгенолога и есть в ЛПУ возможность записывать каждому из этих рентгенологов. Так, сейчас посмотрю, у меня запись еще идет. Думаю, да. Иконка пропала, я переживаю. Соответственно, есть возможность записывать к каждому из этих рентгенологов и, соответственно, вы можете настроить расписание на каждого из них. То есть регистратору удобно, он выбирает либо Муравьева, либо Иванова, записывает на него. Но если еще существует этот же график, шаблон графика на кабинете, и там стоит признак «Работать по графику кабинета», то если к Иванову на 8.00 записались, то к Муравьеву это время уже заблокировано. Потому что Иванов в это время будет МРТ-аппарат использовать, а Муравьев там сидит, какие-нибудь описания делает или курит где-нибудь в сторонке. Ну, это так. Тоже она как бы имеет разный функционал, эта кнопка. Но чаще всего применяется все-таки для того, чтобы в расписании не расползалось 50 услуг, если график построен на кабинете. Жмем «Окей». Наконец-таки жмем «Окей». Добавляем наш график. То есть вот у нас появился график. И мы можем его посмотреть. Основное рабочее... Ну, как бы у админа все эти кнопки есть, а так оно появляется у роли регистратора. Регистратура расписания, то есть это основное рабочее окно, в котором у нас отображается... должно отображаться наше расписание. Не отображается. Ну, вот, соответственно, какой-то из причин оно у нас не видно. Права есть. Так, интервалы графиков сейчас еще раз проверим. График на врача у нас назначен. Соответственно, бывает и такое, то, что, ну, вроде все настроил, все нормально, где-то что-то все равно забываешь. Ну, может быть, еще связано с каким-то правом, которое я роли только сегодня для вас настроил, поэтому, может быть, еще связано с чем-то таким, с отсутствием каких-либо прав. То есть это достаточно сложно выявить сразу. Так, общий с 8, со 2 на 4 работает. Все нормально. Давайте сейчас, чтобы время не терять, покажу на примере, допустим, базового LPU. Под DEL зайду, как выглядит расписание. То есть расписание, оно строится таким образом. Цветовая схема, соответственно, обозначает тот или иной интервал. Интервалов может быть несколько, то есть может быть беленький, зелененький, потом и так далее. Здесь мы в шаблоне графиков несколько добавили. Здесь группировка идет непосредственно по кабинетам, то есть кабинет и ресурс, на который назначен график. То есть в данном случае у нас сверху стоит сортировка врачей. Соответственно, у нас идет сначала кабинет, в нем графики, которые назначены на врачей. То есть их может быть несколько. Есть несколько врачей сидит, и на них назначено несколько графиков. Есть группировка по услугам. То есть в данном случае у нас услуга приема, осмотра, консультация врача-педиатора, участкового и первичного. То есть график настроен конкретно на эту услугу. Но также, если бы график был настроен на кабинет и не стояла галочка «Работать по графику кабинета» и в нем, допустим, было 50 услуг, у нас бы здесь все эти 50 услуг отобразились. Если стоит галочка «Работать по графику кабинета», то есть вот мы сейчас возьмем, допустим, кабинет педиатра, зайдем к нему в настройку и поменяем этот признак. Тут как раз уже фильтры идут по умолчанию, потому что стоят признаки на кабинет, поэтому они заполнены. Там есть кнопка по умолчанию. Вот кабинет педиатра. Тут есть услуга, то есть живая очередь настроена именно на услугу. Сейчас это, скорее всего, не поможет, или если бы она была настроена на кабинет, то мы бы здесь увидели. Ну да, то есть вот он ругается, что, типа, этот график, он существует только на услугу. То есть если мы сейчас сделаем вот так, если удастся мне удалить, добавим кабинет «Живая очередь», поставим «Работает по графику кабинета». Так, соответственно, теперь мы смотрим, то есть у нас стоит этот признак работать по графику кабинета, то есть у нас это уже будет расписание, в расписании отображаться не как услуга, а как кабинет. То есть если бы там было, допустим, 50 услуг, мы бы при выборе уже ресурса «Кабинет» имеем возможность непосредственно из списка выбрать. Ну, то есть я сейчас провалился в интервал конкретный, да, у меня отображается, потому что я на него нажал, у меня здесь отобразился ОМС Интернет. Если бы я нажал на просто наименование кабинета, у меня бы все вышло, и тут можно было все интервалы просмотреть. И мы можем выбрать там конкретное время на запись, допустим, на 14.00, то есть сетка строится таким образом, что у нас сверху колонки, столбцы – это дни недели. Вот кнопочка «Срочный прием» открывает как раз вот эту запись с красными кнопками записать, когда мы в дня времени записываем на 0.00. Далее идет временные, ну, то есть по строкам это уже время идет, 8.00 и разбиение. То есть у нас 15 минут стоит, поэтому у нас по 4 как бы доступных слота об час, то есть на 8.00, 8.15, 8.30, 8.45. Вот, соответственно, там, допустим, выбираю 8.00, здесь уже у меня перечень услуг бы отобразился, если бы их было много внутри этого кабинета. Я мог конкретно выбрать, выбрать пациента и записать его. Соответственно, при поиске пациентов мы, опять же, ищем, допустим, какого-то Муравьева находим, мы его можем выбрать. В том случае, если поле карты не заполнено, то есть мы ищем в разделе с контрагентами. То есть контрагент у нас является справочником версионным. Соответственно, в CLP, когда в каком-то из LPU завели Муравьева, у него может быть там карт, его могли обслужить и так далее, но всем остальным он доступен как контрагент. То есть он обратился в наш LPU, пришел, если он ранее никогда не был, мы заводим ему карточку. То есть заведение карты – это просто редактирование контрагента. На основании контрагента создается сущность в разделе карты, который относится к конкретному LPU. Ему присваивается какой-то номер карты, там можно его сгенерить, можно руками ввести и так далее. И мы просто как бы говорим, что контрагент общий для всех LPU, но мы заводим на основании него карту. В данном случае у нас проверки срабатывают, что у него что-то там не в порядке. Посмотрим. Еще раз. То есть форма заполнена с ошибками, страховые полиса. Да, что-то ему не нравится в страховом полисе. А, дата выдачи. То есть здесь проверка идет на то, что страховые полиса старого образца, скорее всего, были до 2011 года актуальны. То есть дата выдачи 2017 годом не может быть. В данном случае он ругается на то, что у нас в адресе нет улицы и стоит признак городской житель. И так импортировали, получается, пациентов. А, вот еще. Я извиняюсь, что я снял. Это как бы реальный пациент, но это не критично, потому что я галочки убрал. И номер полиса поменял. Точнее не номер, а дату поменял. Вот, мы его добавили. Соответственно, сейчас можно уже записывать к аудиатру. Жмем записать, открывается окно записи. Ну, в данном случае, когда такая ошибка выходит, это означает, что у данной услуги система не позволяет записать. Почему? Потому что эту услугу нереально будет оказать, потому что у нее нет шаблона услуги. Ну, то есть, когда врач будет нажать «Оказать», он должен увидеть окошко, в которое он будет вносить данные, которые в статталон пойдут, которые нужны для формирования меддокументации и так далее. Так, я вот вкратце рассказал. То есть, я сейчас, ну, я посмотрю, разберусь, почему у меня в расписании не видно. Возможно, там что-то, скорее всего, даже невозможно, а 100%. Там существует, сейчас я секундочку поправлю, типичная ошибка, я вспомнил. Существует системная опция для настройки кабинета, по-моему, неотложной помощи. И, ну, суть этой сис-опции в том, что, вот, у меня появилось расписание. Суть сис-опции в том, что у нас существует кабинет неотложной помощи, а запись идет непосредственно изнутри кабинета. И вот в этой системной опции был прописан код кабинетом, скорее всего, номер один. То есть, я когда создал кабинет с номером один, я не увидел его расписание, потому что существует в системе такая приблуда, в которой прописывается код этого кабинета, чтобы расписание не нагружать, потому что неотложку, люди идут самотеком, они туда приходят, и в расписании просто не нужно видеть это, это расписание этой неотложки. То есть, они там сами себя внутри варятся, им расписание не нужно, там запись идет через кнопку. И, соответственно, когда указываешь код номер один, ну, поскольку сейчас в сис-опции это значение стоит, вот у меня расписание не было видно. То есть, по сути, я все правильно сделал, единственное, дурная привычка все заводить по коду номер один, и такая ошибочка. Вот, что мы видим. То есть, здесь то же самое все, то есть, тот же кабинет, расписание строится на сотрудника, то есть, зайдем в грид-услуги, ничего не видим, во все заходим, видим и услуги, и врачей, но в данном случае это врач. Вот сортировка по врачу нашим. Цвет уже общего, он такой телесного цвета, соответственно, так же можно провалиться, записать на время. Вообще, расписание вот это окно, оно является основным, как бы, рабочей формой, которая позволяет записывать точечно и очень удобно на конкретные услуги. То есть, пациент, когда приходит, обращается и говорит, я хочу на эту услугу, или там, я хочу к терапевту попасть, регистратору, проще всего этим окном пользоваться. Здесь есть кнопка «Показать», она позволяет на ближайшее свободное время подобрать время. То есть, в данном случае у нас отчет идет, что вот, ну, ближайшее 12.00 из непрошедших времен, хотя мы можем, на самом деле, на 8.00 записать, потому что система это сейчас позволяет. По идее, можно блокировать запись задним числом. Это тоже системная опция настройка в конкретном LP. Ну, про это попозже, наверное, проговорим. Ну и, соответственно, это окно, оно очень удобно для записи на единичные услуги. Если мы говорим про запись, когда нам нужно осуществлять, допустим, ну, там, пришел человек, ему нужно записаться, ну, там, на перечне анализов для госпитализации услуг, ну, в LP, оказывается, эти услуги, лучше пользоваться окном регистратура записи в регистратуру. То есть, в рамках данного окна у нас есть возможность добавлять несколько услуг. То есть, мы здесь сразу можем выбрать, там, услуга такая-то, допустим, услуга сикает, там, первичный повторный прием, ну, к примеру, две услуги у меня всего сейчас, да. Здесь можно нажать время, подобрать время. Система сама генерирует примерно, там, когда она может. Вот одного на 12, другого на 12, 30 на 7 число. Можно указывать, ну, с какого подбирать времени, да. И, соответственно, регистратор может на несколько услуг по-быстрому что-то придумать, сообразить. Если там подходит время, не подходит, он может сразу нажать на три точки, провалиться в расписании, выбрать другое время. Также в этом окне есть возможность использовать шаблоны направлений. То есть, под шаблонами направлений подразумевается, как бы, возможность создавать некий шаблон. Он создается из окна настройка, настройка шаблонов направлений на услуги. И в него можно сразу заложить, допустим, там, 6-7 анализов с определенным алгоритмом, допустим, поиска времени, там, и подбирать только конкретную дату. Там, допустим, с отступом в 15 минут на 7 анализов записать, чтобы он их подряд все сдал, к примеру. Ну, вот это вкратце про регистратуру. То есть, я сегодня планировал, получается, рассказать про расписание, про базовую настройку. И, наверное, про то, как все-таки собирается все данные. Из того, что мы сейчас прошли, что нас интересует, это подразделение и отделение кабинета. Есть еще такая вещь, как LPU-реквизиты. То есть, здесь у нас настраивается, ну, как раз здесь можно наименование LPU ввести, вместо фамилии того сотрудника, которого я настраивал. Код LPU я прошу не менять, да, вот этот сейчас. Ну, то есть, для тестирования именно оставьте те коды, которые я вам сделал. 1, 2, 3, 4. Почему? Потому что система, она очень чутко реагирует на такие вещи, как вот настройки ролей. У нас есть эти каталоги с кодами. То есть, она автоматически там открывает этот каталог, она сюда складывает пользователей. И, соответственно, изменение этих кодов, оно нежелательно. То есть, у нас сейчас даже на основной LPU заведены учреждения, у которых не было в федеральном справочнике фонда, да, там, кодов у них не было. Точнее, они были в федеральном справочнике, как LPU-шки, но у них не существовало кодов под фонду, потому что они с УМС мне работают. Я им присвоил там какие-то четырехзначные коды, которые я там в федеральном справочнике взял из него. Соответственно, если на них нужно будет какой-то код менять, лучше это делать через меня, чтобы я аккуратненько каталоги переименовал и так далее. Потому что сейчас уже завязка вот на этот код идет. Несмотря на то, что я могу его сейчас там на любой изменить, сохранить, это же нежелательно не делать. Все остальное можно заполнять там, акпо и так далее. То есть, это просто реквизиты, которые тянутся в различные отчеты, которые выходят там вот здесь на печать, которые есть внутри. То есть, само LPU состоит вот из этих реквизитов. Потом можно провалиться в справочник LPU, где оно у нас есть. Здесь его отредактировать при наличии прав, пока я эти права не давал, потому что справочник общий. Если, опять же, все 800 админов что-то будут делать, будут проблемы. Вот, соответственно, у нас что самое главное сейчас? Это понять, что такое подразделение отделения кабинета. Эту информацию анкетами начать собирать, доносить правильно до пользователей, как это делается. Что вы хотите? Вы хотите те подразделения, которые, ну, как бы есть LPU, далее уже можно самим принимать решения. То есть, даже если они вам скинули список из 15 подразделений, вы понимаете, что на самом деле это три подразделения, они там отделение неправильно вписали. То нужно осознанно уже знать, как их заколачивать. Ну и, соответственно, отделение кабинета. И графики работ. Графики работ нужно доносить каким образом? Что, во-первых, ну, на кого график? То есть, список сотрудников, там, что Иванов, Петров, Сидоров, врачи-терапевты, там, сидят в таком-то кабинете. У них такие-то графики. Ну и, соответственно, задавать вопрос. То есть, если Иванов работает с 8 до 6, он каких принимает? Только ОМС или всех подряд, тогда там интервалы настраивать, общие, не общие и так далее. Ну и, соответственно, что нам нужно? Структура, отделение, подразделение кабинета, сотрудники, как они заводятся и назначение на них графиков. Плюс добавление услуг в услуги нашего LPU в каталог. Раздача этих услуг, соответственно, сотрудникам, назначение графиков. И можно завести в настройки настройки персонала, создать пользователя, у которого будет логин. У него будет он сотрудник, там, Вася Пупкин. У него будет кабинет, допустим, которому мы завели, условно назвали его регистратуру, там, в отделение поликлиника номер один. И он имеет возможность, то есть он имеет две роли, минимальная с кодом своего LPU, чтобы заходить в это LPU, и роль регистратора. И он имеет возможность зайти в расписание, найти пациента, присвоить ему карту и записать его на конкретное расписание. Я думаю, ну, если Дмитрий ничего против не имеет, это вот такое минимальное задание по тому, что мы сегодня прошли, потому что мне написал роман. Какие-то вопросы есть, кто слушал? Понятно, непонятно, сумбурно. Я просто планировал два часа уложиться. Если еще хотите, можем продолжить. Именно к новеньким. Я думаю, все, кто участвовал, они уже это все знают. Алло. Меня слышно? Вообще как? Задание я могу написать отдельно сейчас, то, что нужно. Но суть в том, что вот ваши логины, админ 1, админ 2, админ 3, админ 4, для тех, кто участвовал сейчас. Под ними можно заходить на тестовую базу, у вас будут вот такие лпушки. Там можно вместо своей фамилии какое-нибудь название придумать, какая-нибудь поликлиника, гбус или еще что-то. То есть план был такой, что, ну, мне Роман так передал, что я вас как бы обучаю, как заводить структуру, там, лпу, кабинеты и так далее, как настраивать расписание, как заводить пользователей. Вы пробуете на каких-то реальных данных на тестовой базе это все завести, сталкиваетесь с какими-то ошибками, там, вопросами. Мы это все прорабатываем, смотрим, как бы, ну, желательно, чтобы вы не просто так взяли, там, тестовый кабинет 1, тестовое отделение 1, еще что-то, а взяли что-то такое, что реально там какое-то замороченное. То есть на практике взяли какие-то совсем сложные вещи, которые связаны именно с структурой, с кабинетами, с расписанием. Мы попробовали их завести, там, получилось, не получилось, завели, дали на проверку, мы это все посмотрели, то есть получили навык именно этого всего, как это все вколачивается, как это заводится, какие там есть проблемы, не проблемы, должность, не должность и так далее, там, у сотрудников. И мы в конечном счете, то есть, ну, вы поняли, как это работает, как это устроено, чтобы наполнять, вот, заниматься этим наполнением вот этих данных. И уже дальше мы можем пойти, там, по настройкам и так далее. Ну, в любом случае, сейчас я думаю, то, что я вот размусоливал, рассказывал и так далее, это очень много информации. Возможно, конечно, кому-то дастся быстро и легко, но нужно на этом руку отработать, набить. Или уже были навыки, я не знаю, может быть, там, с Дмитрием уже это все проходили, пока. Запись я выложу, сейчас, ну, сохраню, я надеюсь, что она писалась, у меня просто не видно здесь. И на YouTube ссылочку дам. А, вот там ребята, может, пишут, я что-то это вижу. Ну, да, то есть, я просто так очень подробно все это рассказывал под запись. И, в принципе, это немного окон там, туда-сюда потыкал и так далее. Но на первый раз, очень так, система, она такая специфическая. Очень тяжело, пока во все въедешь, все эти нюансы, даже вот завести пользователя, расписание структуры. По минимуму. Но вам нужно именно попробовать на реальных данных. То есть, сейчас, я не знаю, там, вам давали вот эти, как это, шаблоны, по которым собираются данные у лупушек, которые обычно рассылаются. Если нет, сейчас могу поискать то, что есть. Это не факт, что оно, как бы, 100% в таком виде именно прям так работает и рассылаете, и все. Это просто, как бы, рыба, на основании которой можно понять, как лучше, как, ну, попробовать там так-сяк, там, добавить колонки, добавить пояснения. Чтобы на местах, там, я не знаю, администраторы это будут делать или какие-то, там, штатные единицы, там, какие-нибудь отделы кадров и еще кто-то. Чтобы люди могли понять, что от них надо по минимуму. И чтобы то, что они вбивали в эти листки, на основании этого мы могли наколачивать структуру более-менее адекватно. Ну, чтобы подготовиться к полномасштабному внедрению, чтобы у нас там персонал был, чтобы структура была более-менее адекватной, чтобы графики были актуальны. Чтобы уже потом на места выезжать, когда до настроен, там, шаблоны, услуги и так далее. Можно было бы обучать пользователей, заставлять их работать и так далее. Чтобы все это было актуально. Ну, и решить обязательно вопрос тем, что не так, что мы сейчас взяли, да, структуру, наколотили ее, там, с графиками. А обучать поедем, там, через полтора месяца, когда все это будет уже не актуально и нафиг никому не нужен. То есть, может быть, смысла и нету. Даже те же графики работ колотителей, если они у них не на год рассчитаны, а на неделю, грубо говоря. Так, мы как? Владимир, Дмитрий, кто-нибудь что-нибудь хочет сказать? Ничего не слышно, если честно. Ну, то есть, если кто-то что-то пытается говорить, может, напишите. Спасибо. Спасибо. Ага, хорошо, ну тогда заканчиваем, если никто не против, если все нормально. Анкеты я сейчас поищу, там должны быть в каком-то виде. Ну все тогда, всем спасибо. Хорошо, сейчас поставлю на загрузку.